Всем привет! Утро доброе, но холодное, потому что отопления у нас до сих пор нет, на улице вызывает сильный ветер. Короче, так себе. Я сделала себе сырники на завтрак, на самом деле получилось больше, их получилось семь, но я решила, что надо как бы сушить себя побольше, поэтому положила себе в тарелочку четыре штучки, сметаны немного, чуть мёда, чай, и тут у меня три личи. Лёша покупала личи, я ещё не пробовала, потому что не знала, в какое время их лучше есть, но думала, завтрак пойдёт. Вот три штучки попробую, это моя омега и таблетки, которые я добиваю для лечения пальцев на ноге. Вообще-то, по-моему, надо будет ещё покупать. А Мона всё в тарелки мне заглядывает, всё голодное, только её покормила, точнее, досыпала ей еды, там все тарелочки помыла. Всё равно, чтоб ты не достал какую-то тарелку, чем бы ты ни шуршал, кошка сразу тут, вот сразу. Я думаю, что у всех так. Фу, что-то прям мне, ух, встала с коврика аж плохо. Ну, схлой же, продолжаю заниматься. Мне тяжелее всего делать упражнения на планках завязанные. Вот силы в руках нет. То есть есть выносливость. Выносливость я уже прокачала благодаря танцам и тоже тренировкам, которые у меня были регулярно раньше. А вот силы особо нет. И вот это всё на планках делать, это просто какой-то кошмар. Ну, я справилась. Знаете, просто реально ты стоишь на коврике и думаешь, ну вот сейчас всё, ну вот сейчас сердце становится. Понятно, что они остановятся, это всё ложное. Потом даже берётся откуда-то это второе дыхание. Но вот этот момент перебороть иногда бывает очень сложно. В общем, из-за того, что я стала вставать по будильнику в определённые дни, когда мне это нужно, и когда у меня тренировки в большом количестве, я стала больше успевать. То есть правильное планирование дня действительно работает, как бы это странно не звучало. Помните, я буквально не так давно говорила, что я вообще ничего не успеваю. Вот не успеваю, я бегаю, бегаю. Сейчас, когда встаёшь пораньше, ты сразу позавтракал, убрал за собой посуду, почистил зубы, пошёл работать. После этого тренируешься. Ещё, может быть, останется время на работу, а может, не останется, потому что ты всё запланировал с вечера, что ты будешь выкладывать, и тебе это всё проще делается. А если мне, короче, нужно контент снимать, то лучше выбирать дни без тренировок, чтобы на это было время. И тогда всё прекрасно успевается. То есть сейчас я работу оставляю в основном на первую половину дня. Во второй половине дня у меня уже есть время спокойно заниматься там и танцами, и домом, и своим Инстаграмом. Сейчас на него тоже много времени и сил трачу. И планировать на завтра работу, и даже на сериал, и посидеть с мужем. Поэтому, да, надо планировать. Вот ничего, я там прям не записываюсь в какие-то ежедневники, просто нужно раньше вставать, короче. И всё. Хотя ложусь сейчас, ну, в районе двенадцати. То есть какой у меня длинный день получается. Даже в районе час иногда мы ложимся, да. Не получается прям сюда до двенадцати ложиться. В общем, сейчас я пойду приготовлю быстро ужин. Ой, ужин, обед. А то у нас что-то ничего нету. Вот. Приму душ, пообедаю, буду собираться на танцы свои. Приятно, что солнце вышло. Хотя сегодня утром было гадостно, мерско и пасмурно. Может, даже свои новые ак обую. И, кстати, по поводу моей новой обуви. Я столкнулась с тем, что в Reels в комментариях начали мне писать про то, что у меня не оригинал. И буквы неправильно у меня расположены. Короче, я вот это загрузилась. Говорю, Лёш, ну, блин, мы с ним, во-первых, выбрали проверенный магазин. Проверяли по ценам, по отзывам, по всему проверяли, заказали. И мы начали проверять по коду, QR-кодами, штрих-код там есть. Там все бирки, там оригинальная коробка. Там написано Made in Philippines, то есть там, где они делаются. Уги не настоящие, точнее, АК, да, вы меня исправляли. Они не делаются в Австралии. Мне там писали, настоящие АК делаются в Австралии. Это даже написано в самых вообще вот первых статьях, если вы откроете. По поводу букв мне писали, что в настоящих этих сапогах они все одинаковой формы, эти буквы. Заходишь на оригинальный сайт, их оригинальный сайт, акт.ком, везде буквы, центральная, большая, первая и третья. Она чуть-чуть перекрывает эти буквы, и это их оригинальный логотип. Ну, то есть люди как будто бы просто, знаете, специально хотят то ли настроение испортить, то ли взять и ковырнуть как-то, типа вот ты потратила 10 тысяч гривен на подделку. Ну, то есть вот не могут просто порадоваться или промолчать, если не порадовались. Надо вот где-то что-то вот такое написать. Ну, реально, мы просто проверили досконально эту обувь, и мы не дураки. Почему люди считают, что все умнее тебя, и они точно знают, и на фабриках они там были, мне писали, на фабрике я была, видела. Вот прям общались, наверное, с производителем один на один, и он все рассказал. Ну, короче, какой-то такой бред. Это как когда-то мне писали, что на гаверлу поднялся кто-то на инвалидной коляске. А когда я не смогла покорить всю вершину, то есть я покорила малую гаверлу, дальше не смогла пойти, потому что были ужасные погодные условия, я тогда об этом рассказывала, делилась, и мне там писали. Да я в шлепках, да тут на инвалидной коляске поднимались. Я думаю, боже, ну что за бред люди пишут? Ну, это вообще уже, я не знаю. То есть такое что-то, вот просто от фонаря придумали, написали, поверили. Люди им еще лайки ставят. Я не знаю, кто ставит лайки на такие комментарии. Короче, это трэш. Ладно, я высказалась. Пошла я дела делать, а то не успею ничего. Я тут жарю куриные стейки на гриле. Это, кстати, очень-очень вкусно. Как я показывала рецепт. Я решила бросить перец, морковь, помидор тоже на сковороду гриль. Не знаю, я так не жарила овощи, но мне кажется, должно быть вкусно. Если они хорошо пожарятся, это будет у меня такой салат из овощей. Потому что я сейчас не ем практически ни макароны, ни каши, ничего. Я уже вам об этом говорила. Вот, поэтому больше овощей у меня в рационе разных. Я же снова купил, пошел капусту фиолетовую. Мне понравился салат из кукурузы и капусту. Надо будет тоже сделать. Он прям хорошо пошел. Город сюда, я считаю. Ой, как хорошо. Работа выполнена. Тренировка домашняя позади. На обед что-то приготовила. Поела, собралась и рыбок пью какао. Я варила вчера. Какао себе на две кружки, потому что Леша не пьет. И добавляю в него потом отдельно мед или стелью. Но сейчас мед добавила, чайную ложечку. Очень вкусно. Я, кстати, завтра пойду на стрижку. Надо уже убирать такую длину челки, освежать ее. Хочу волосам ровно срез сделать. Я, кстати, сегодня шабула уги. Аг. Ну, уги я буду говорить в смысле просто модель обуви. Это же уги, правильно? Короче, мне так просто удобнее. Хотя сегодня лужи. Вот. Ну, платформа там гигантская. Я обула. Я понимаю, что я высокая стала. И вчера я была в более плотных носках, когда мерила на почте. И они не шлепали. Особо сейчас кажется, что шлепают. Ну, не то, чтобы сильно, знаете, слетают с ноги. Нет. Но чувствуются. Потому что все равно весы есть. Как бы там... Я не говорила, что они легкие для такой модели. Все равно, конечно же, они тяжелее, чем уги, которые у меня были. Ну, обычно, опять, на плоской подошли. Поэтому надо привыкнуть. И привыкнуть к тому, что если я буду заходить в маршрутку, я остановлюсь на платформу. Сегодня будет тест. Тест-драйв. Так, ребята, выглядит сегодня мой аутфит. Аутфит. Мне не хватает только кофе со Starbucks. Я со своей же огромной сумкой. Блин, ну она очень вместительная. Очень-очень. Я повязку тактиста ради эксперимента надела, чтобы челка была на выпуск. Потому что обычно этой повязкой я челку прибираю. Ну, если мне не понравится, я просто потом уберу челку. Вот. Да. Лосины и такие уги делаю сразу ноги, как спички. Это лайфхак для тех, у кого большие ляшки, как у меня. Я походила, походила, уже привыкла. Надеюсь, сейчас на улице все будет ок. Мне очень нравится. Я кайфую. Я дома, ребята. Если что, в топе, в котором танцую. Поэтому я не голая. У меня тут очень красивый салат. Посмотрите, какой шикарный салат. Это салат с филатой. Короче, думаю, сделаю салат с буряка. Шпинат здесь. Грецкий орех. Гранат. Соль, перец, оливковое масло. И сыра феты. Иду в АТБ, ищу фету, а там филата от премиали. Феты нет. То есть раньше этот сыр назывался феты. Видимо, сделали проверки. И сыр, наверное, не совпадает никак с настоящей фетой. И его переименовали филату. Это как шампански. Им запретили же называть обычное игристое вино шампанским. Есть отдельно теперь шампанское. Поэтому интересно получается, что салат у меня с филатой какой-то. И она действительно по вкусу очень отличается от сыра феты, который мы, например, пробовали в Египте. В Египте фета просто отменная. И когда мы там были, не единожды мы привозили фету, мы привозили финики. Боже, Господи, как я за этим скучаю. Мне кажется, я больше никогда не увижу Египет. А я когда поеду в Египет? Люблю атмосферу Египта. Мне очень там нравилось. Там люди такие. Не знаю, насчет всех, но попадались очень классные. Сейчас вообще, в принципе, за всем этим скучаешь. За этой беззаботностью внутри. Ощущением того, что ты можешь куда-то поехать, полететь. Мы там с мамой планировали и планировали. И в итоге, вы знаете, Нина, вы планировали. Такое. Просто взгрустнулась чуток. А еще купила очень вкусные хлебцы. Они мне очень нравятся. Правда, я покупала их один раз, но они мне, правда, очень понравились. Из семян льна. Тут пюре томатов еще есть. Базилик, паприка, соль, чеснок. Все, больше ничего нет. То есть они тупо на семечках льна. Очень вкусная штука. Продается в АТБ. Леша ходил в магазин. Я ему сказала, принеси, пожалуйста, если сможешь, мне капучино. Посмотрите этот размер. Это самый огромный стакан. Здесь 500 миллилитров капучино. Ну, без сахара, естественно. Но я настолько не выпью, пока это уже закончилось в вечернюю рутину. Он уже подостыл. Ну, в принципе, я и остывший пью. Вкусненький. За окном дождь лупит. Вообще, погода просто шепчет. А я, ребята, подведу итог носки АК в такую погоду, как сегодня. Во-первых, не промокают, слава богу. Ну, конечно, там такая огромная подошва, что это было бы удивительно. Они водостойкие, насколько я понимаю. Точнее, влагоотталкивающие. Но все же. Я уже купила специальные средства. Буду обрабатывать от влаги его специально, потому что иначе можно испортить замш. Что еще? Что еще? Скользкие. Меня предупреждали о том, что это скользкая обувь. И сегодня там будет такой участок дороги, когда вот прям лед. Он еще до конца не растаял. Сверху вода. И там чуть не грохнулась жестко. Вообще, очень скользко было. Но я думаю, что в любой другой обуви я тоже бы там одинаково скользила. Просто, ну, реально неледные погодные условия. И по поводу тепла. Я об этом вообще не думала. То есть я переживала за то, как я там буду в них ходить. А то все говорили, что они тяжелые там. Не будут ли давить или там не испачкуют ли я их. Но по поводу тепла я вообще не задумывалась. Потому что, когда я на этом сакцентировала потом в итоге внимание, я поняла, что моим ногам очень тепло и очень комфортно. То есть в этом плане никаких вообще нареканий. Ну, то есть я уверена, что они выдержат большие морозы. И по поводу удобства. Сначала, буквально первые несколько минут, когда я ходила, мне казалось, что они тяжеловатые, что они действительно как-то шлепают, что они какие-то очень большие. Все, я, ребята, походила немножко. Я к ним очень быстро привыкла. Прям быстро привыкла. И я уже в них чуть ли не бегала там по улице. То есть это очень удобно. Поэтому, слушайте, когда говорят, что прям невозможно это носить. В них тяжело влезть. Это правда. Но, наверное, по той причине, что они массивные и тяжеленькие, если бы вы в них вскакивали просто легко, то они бы не держались на ноге. Поэтому, если будете брать такую модель, конечно же, заведитесь ложкой. Я сегодня с этой ложкой была на тренировке везде, чтобы потом спокойно обуться. Короче, я очень довольна. Я в восторге. Мне прям нравится, нравится, нравится. Все, ребят, я буду писать полон на завтра, что-то мне выкладывать. И свой капчино. Спасибо за ваш просмотр. Всем пока. Приходите в Инстаграм и себя берегите обязательно. Чао.